Егорский НИИ клеточных технологий с банком стволовых клеток реорганизует. Институт присоединят к окружной клинической больнице Хантубансийска. Как отмечают в региональном департаменте здравоохранения, такое решение поможет усовершенствовать оказание медицинской помощи пациентам, требующим пересадки стволовых клеток. Как изменения повлияют на работу специалистов, узнавала Татьяна Тюкмаева. Вот вы можете посмотреть, здесь температура охранения минус 196 градусов по Цельсию. Там у нас жидкий азот, и вот здесь хранится наш трансплантат пациентов. Срок хранения гемопоэтических стволовых клеток не ограничен. Они используются для лечения ликозов и после химиотерапии. Сегодня в Криобанке института находится аутологичный трансплантат более 50 пациентов. Есть стволовые клетки и первого пациента. Трансплантация успешно проведена 10 лет назад. Мы сейчас находимся в лаборатории гематологии. Данная лаборатория с помощью микроскопии и проточной цитометрии оценивает качество проведения трансплантации. То есть количество оценок клеток в трансплантационном материале. Кроме того, еще в культуральной лаборатории проводится оценка их функционального состояния. То есть насколько они способны восстановить кровотворение после высокодозной химиотерапии. Специалисты института активно ведут научную работу. На их счету несколько диссертаций и более 30 публикаций в специализированных журналах. Для заморозки клеток используется собственная запатентованная программа. Реорганизация Югорского НИИ – это требование федерального закона и решение учредителей правительства Югры и Департамента здравоохранения. Подразделения, занимающиеся хранением стволовых клеток, должны находиться в структуре медицинского учреждения. В данном случае ОКБ. Сооружение и место хранения гемопоэтических стволовых клеток остается на своих местах. Меняется только наименование учреждений и появляется в окружной клинической больнице структура, структурное подразделение, которое будет заниматься хранением, типированием, хранением, подбором этих гемопоэтических стволовых клеток. По мнению исполняющего обязанности директора Югорского НИИ клеточных технологий, после вхождения в состав окружной клинической больницы деятельность врачей не изменится. Реорганизация пройдет без влияния на пациентов. За те 10 лет, которые осуществуют учреждения, нами выполнено более 160 трансплантаций совместно с окружными больницами Сургута и Хантамансийска. А также по такому показателю, как доступность медицинской помощи по данному направлению, то есть по анкогематологии, мы опережаем общероссийские показатели в 3,5 раза. Считаем, что цифры достойные. Сегодня Югорский НИИ клеточных технологий занимается подготовкой и хранением кровотворных стволовых клеток. В год Югре проводится в среднем 25 трансплантаций в больницах Сургута и Хантамансийска. Это один из методов лечения рака крови. 14 квот запланировано на 2020 год. Регистрировать собственных доноров института сегодня 177 человек. А это новые возможности в лечении югорчан. Татьяна Тюкмаева, Никита Ручкин, Вести Югория, Хантамансийск.